Мир существует Сонг и публике нужно одно и то! Они же хлопают нам, как сумасшедшие! Ну и чудеса! Нам! Нам! Полный успех! Все на сцену! Публика требуется! Ну что, Силья, ты довольна? Ой, здорово! Никогда бы не поверила! Все еще хлопают, слышите? Ну давайте опять на сцену, быстренько! Так, Биона, Оливия, Терцок, Себастьяна, Мальболеум! Браво! Браво! Силья! Ну и публика! Эвелина и Силья, теперь вы вдвоем идите кланяться! Ну что вы, не ловко! Ничего, ничего не знаю! Вас требуют живо-живо! Силья! Эвелина! Браво! Браво! Как это все так хорошо прошло? Чудесная публика! Вы были очень хороши! Я же говорила, когда работаешь и когда репетируешь как следует! Вот! Вы же видите! Силья могла бы работать даже в театре! Ну конечно, конечно! Я ничего в этом не сомневалась! С ума зайти! Как это здорово! Добрый вечер! Добрый вечер! Можно зайти! Добрый вечер! Добрый вечер! Это председатель школьного совета с супругом! Добро пожаловать! Ну что ж, поздравляю с блестящим спектаклем! Спасибо! Мы с женой аплодировали изо всех сил! Спасибо! За всех! Откровенно говоря, я-то думал и жена тоже говорила! Да, да, говорила, говорила! Мы думали, что постановка «Двенадцатой ночи Шекспира» для школьного драм-кружка «Порядочный риск» и вряд ли это удастся! А сейчас... Вы считаете, что нам все-таки удалось, да? Да, да! Я так горд тем, что в нашей школе наши ученики! Спасибо! А еще я должен сказать... И жена тоже! Что в этом кружке удивительные актерские дарования! А больше я ничего не скажу, чтобы вы не возгордились! Мы постараемся не возгордиться! Хотя это трудно после таких похвалов! Двенадцатая ночь в эти дни! Это же отличная идея! Может быть, ее показывали во времена Шекспира в это же самое время? Да! А что? Да! Премьера была при дворе в Англии в 1600 году, в самом конце декабря! В 1600-м! Мир существует с давних времен! А что? Ой! Ой, боже мой, как я устала! Сирия, как ты думаешь, станем ли мы когда-нибудь актрисами? А почему нет? О, это было бы так чудесно А мне больше, чем актрисой, хотелось бы стать поэтом Ты можешь стать и тем, и другим Тогда ты была бы как Шекспир Да, Шекспир женского пола Ладно, скорее одевайся, все уже ушли Ну подожди немного А почему не было никого из твоих родных? Они не могли прийти Сегодня торжества у стрелков, все там Ой, не может быть, на твоем месте я бы обиделась Ты так считаешь А мне полагалось бы лопнуть от гордости, раз мой брат чемпион среди юношей Финляндии по стрельбе из пистолетов Наши совершенно мне себя от восхищения По-моему, они ничего не понимают Ну да, а мне, наверное, тоже надо было бы начать стрелять, чтобы меня заметили Да-да Ты знаешь, у них там есть несколько девочек в стрелковом кружке Да что ты говоришь? Я бы ни за что бы не пошла в такой кружок Вот не понимаю, что твой брат видит в этой стрельбе Вот я тоже не понимаю Но ведь он же очень умный Сэппо умный? Ну знаю, 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 знаю Ты считаешь его круглым идиотом, а мне он нравится Не смешай А это правда Ну ты же его даже не знаешь Знаю Но я никогда не видела, чтобы ты с ним разговаривала А мы разговаривали Ну да, он очень славный Наш Сэппо и Евелина А ты знаешь, я уверена, что ты ему нравишься О, ты просто говоришь это, потому что Нет, нет, нравишься Он же спрашивал о тебе А-а Да, и он пришёл бы наверняка на наш спектакль Если бы у него не было бы своих торжеств Правда? Ну ты это серьёзно? Да-да Знаешь, мы однажды с ним встретились на шоссе Сломалась цепь у меня на велосипеде И он её починил О, это была роковая цепь Она связала вашу судьбу Ты смеёшься, да? Ты смеёшься, да? Умри, презрянная, умри Ну ладно, ладно, всё, пошли А то мы опять последние Да, ты придёшь сегодня в зал танцевать? Ну нет, нет, я не могу Надо дома помочь У нас сегодня гости И завтра будет целая компания Бедняжка Надеюсь, что эти стрелки несчастные Уже ушли Но они, конечно, там ещё сидят Музыка Музыка СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Привет! О-о-о! Здорово, сестрёнка! Это моя сестра, Сирия. Сирия, присоединяйся к нашей компании. Ну, Сирия, ты можешь гордиться своим братом. Да, Сэпа будет ещё олимпийским чемпионом. Помяните мои слова. Ну и что? Какая польза миру от этого? О-о-о! Какая польза? Да мир же полон стрельбы, не правда ли? От чего миру было бы больше пользы, Сирия? А хотя бы от поэтов. Сирия, доченька, ну, нельзя же так. Эти брат и сестра просто как кошка с собакой. А неужели ты, Сирия, завидуешь ему? Тебе бы надо поддерживать, Сэпа. Поддержка семьи имеет огромное значение. От него самого требуется столько упорства, самодисциплины и самоотречения. Интересно, отчего он отрекался? Я, по крайней мере, старалась заботиться обо всём. О питании, отдыхе, чтобы ложился вовремя и прочее. Да ведь в этом же и заключается секрет успеха Сэппо. Вашей поддержке. И я хочу поблагодарить вас за это. Приятно же быть матерью чемпиона. Ой, спасибо, большое спасибо. Ой, ой, пусы. О-о-о-о-о, маленький, познакомьтесь. Это мой клиняник. Да иди сюда, иди к тётке, иди, мой маленький. А сколько же ему лет? А ему год и пять месяцев. Ой, что он уже говорит? Он говорит, говорит. Да-да, говорит два слова, если так вообще можно сказать. Одно га, а другое слово ге. А ты помолчи, он правильно говорит. Это вопросительные слова, и означают они, что это такое, да, пусы? Вот, да. А это пистолет. А ты не бери его, пусы, им убивают людей. Ну-ну-ну-ну, ребёнок, не учи такому усилиям, мы же спортсмены. Конечно. А вот это ружьё, да, ружьё, им убивают и зверей. Сирия, не надо, но ты же прекрасно знаешь, что этими ружьями никого не убивают. Ими стреляют только по мишельям. А вот это Сэппа, это твой дядя. Да, правильно. Дядя-стрелок. Правильно. Смотри, 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 он на меня показывает. Я тренер. Да, вот так, маленький, идём. Пусы, пусы, пошли играть в кубики, пошли. Пошли, пошли, мальчики. А сейчас будем фотографироваться на память. Вся гвардия туда, под диплом Сэппа. Нет, чуть-чуть левее. Нужно, чтобы диплом был виден. Я здесь. Вот, всё. Так, так, улыбайтесь. Спокойно. Всё. Сорни Най Сорни Най Женщина золотая Среди листвы деревьев густых За ней дорога к солнцу идёт В беду прохожий не попадёт Если довериться ей Веришь ли в сказку, дитя? Веришь ли ты в сказание? Ой, Господи, наконец все разошлись. Господи, какая ярмарка. Тише, мамочка, пустосо проснётся. А тебе удалось убаюкать бедненького? Да. Я читала ему свои стихи. Пойдём поговорим на кухне. Хорошо. Сирия, доченька, надо бы вымыть посуду. Мамочка, ну сегодня почти праздник. Завтра уже встреча Нового года. Ну, всё равно. Бабушка и дедушка придут завтра на обед, и у меня ещё много дел. Мне просто некогда мыть посуду. Это возня с приходом друзей Сэпа и волнение за него на соревновании. А кто тебя просил устраивать вечер для этих стрелков? Так полагается. Ну, кормила бы их с бумажных тарелок. Такая куча посуды. Ну, чего же вы тут? Ну, чего? Сирия, дочёрк, ну помоги маме. Она столько работает и всё время для семьи. Мам, мам, дай мне, пожалуйста, бутерброд. Ой, Господи, ты опять голодный. Сэпа мог бы вымыть посуду. Это же его гости были. Дочка, ну где-то видно, чтобы герой дня мыл посуду. Герой. Пожалуйста, Сэпа, вот бутерброд. Спасибо, мам. Да, я один из молодых героев. Я прилягу немножко, а потом буду готовить на завтрашний день. Сэпа, ты свинья, ты никогда не помоешь посуду. А почему я должен её мыть? Почему? Ну, я же мою. Ну, а папа не моет. Ну и что? Тебе надо обязательно унаследовать от отца все его дурные черты. Ну, ты, наверное, понимаешь, что у меня нет времени заниматься хозяйством. Да? Да. Ага, если я собираюсь достичь чего-то в спорте. Иди, ты знаешь? Я и пойду на стрельбу. Конечно. Это такое благородное занятие, что он может наплевать на домашнее хозяйство. А если кто-нибудь хорошо играет, хорошо играет на сцене или пишет стихи, да разве это может сравниться с этой трескотнёй ружья? А ты что, какой-нибудь чемпион Финляндии по писанию стихов или по игре на сцене? Глупо. Ну, ладно. Лучше расскажи, как у вас прошло сегодня? А тебе какое дело? Ну, что вы поставили? Отрывки. И с двенадцатой ночи Шекспира. Ого! Кого ж ты играла? Виолу. У неё тоже был брат. О! Да-да, близнец Себастьяна. Они потеряли друг друга в морской аварии. Девушка попала в чужую страну и переоделась мужчиной. Зачем это? Зачем? У неё в семье, наверное, такие же проблемы были, как и у нас. Девушка – это ничто. А переодевшись в мужчину, она смогла делать что угодно. Перестань болтать глупости. Да-да, если б я была ты, я бы сейчас не мыла посуду. Прочитай что-нибудь из своей роли, а? Она влюбилась, ясно. Лучше бедной леди влюбиться в сновиденье. Ах, личина! Теперь я вижу, как коварна ты и как легко смазливый говорун свой образ утверждает в женском сердце. Вот здорово! А кого же играла Эвелина? Как кого? Оливию? Она прекрасная дочь графа и влюбляется в меня, Виолу, которую она считает мужчиной. А когда брат-близнец Виолы Себастьяна появляется, она влюбляется в него. А Эвелина хорошо играла? А почему это тебя интересует? Она же твоя подруга. Ну да? Если бы Эвелина знала, что я мою здесь гору посуды, а ты стоишь и жуешь пятнадцатый бутерброд, она бы изменила к тебе свою отношение. Как так изменила бы? Она обо мне что-нибудь говорила? А если бы она знала, какой ты... Так она что-нибудь обо мне говорила? А-а-а! Тебя это интересует. Да что интересует? Это я так? Это и так видно. Ну ладно. Что касается меня, то ты можешь мыть посуду хоть всю свою жизнь. А-а-а! Все ясно! Помчался. Ясно? Он влюблен в Эвелину. Пузырики, пена, стаканы блестят так красиво. Они исчезают. И даже радуги стали такими, как грезы. Такими, как сны. Кто смотрит на меня? Кто выглянул из пены? А сам ты кто такой? Я дух. Я просто дух. Но облаченный в ту же форму тело, которую от матери своей я получил. Ты так похож. Ты так похож на Вильяма, Шекспира. Ах! Была и у меня сестра когда-то. Ее украла черная волна. Эвелина! 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 Привет, Сэппо. Как ты сюда попал? Угадай. А ты в кино? Да, нечего делать. У нас дом полон родственников, и это выше моих сил. У нас тоже. Я пошёл стрелять, чтобы не слушать их болтовни. Да, праздники, время тяжёлое. Точно. Мне, знаешь, так обидно, что я не смог быть на вашем спектакле. Вы ещё будете играть его? Может быть. Я тоже обиделась за Сирии. Но из ваших никто не пришёл. Да, очень жаль. Всё было в одно время. Мне кажется, что ваши вообще не обращают внимания на то, что делает Сирия. Ну нет, почему об этом? Иногда я думаю, что с ней произойдёт та же самая история, что с сестрой Шекспира. Что? А я и не знал, что у Шекспира была сестра. Да. Она была такая же талантливая и смышлённая, как и он сам. Но из неё не вышла ни актриса, ни драматурга. А что из неё вышло? Её не отправили в школу, как у Уильяма. Когда я и хотела с писателя читать, её заставляли возиться с малышами или мыть посуду. Слушай, мне кажется, что ты говоришь ерунду. Я говорю сущую правду. Ты в этом уверена? Ей не дали заняться любимым делом. В конце концов, родители заставили её выйти замуж. Она убежала в Лондон, в театр. Но в то время для женщины это был отчаянный поступок. Это значило пойти против всех. Она не выдержала и покончила с собой. Была и у меня сестра когда-то. Её украла чёрная волна. Так говорит сам Шекс. Ну, не может быть. Это правда, потому что могло быть правдой. Меня просто злит, что со времён Шекспира прошло более 400 лет. А девочек притесняет совершенно так же. Слушай, а ты с характером. Угу. Как серия выстрелов. Фу, спасибо. Чудесное сравнение. А ты что, думаешь, я мечтаю только о стрельбе? Я не знаю. Подумай об этом. Сделай что-нибудь. Я из таких, которые делают. Правда? Да. У меня так сказано, сделано. Сказано хорошо. Слушай-ка, приходи к нам завтра, а? Будем разряжать ёлку. Ну, я подумаю. Ещё одно дело. То, что ты только что рассказала. Это что, правда? Ну да. Неплохая история. Её рассказала нам учительница. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, как дела? Эта серия была немного лучше. Посмотрим. Палец почему-то стал негибким. А ты носишь тёплые перчатки? Да ношу. Слушай, ты мог бы дома держать палец, например, в тёплой воде? Ну, не забывай про гимнастику. Я не думаю, чтобы это что-нибудь серьёзное было. А может быть, мытьё посуды поможет, а? Как вы думаете? Ты можешь попробовать. Надо хоть бы назло сделать что-нибудь, чтобы доказать девчонкам. Как не хочется. Сделаешь один раз, влипнешь в это навсегда. А с другой стороны, горячая вода для пальца неплохо. Евелина, наверное, была бы в восторге. И Сирия прекратила бы меня пилить. Это неплохое дело. Никто не любит мыть посуду. Так что, если меня от этого почему-то освободили, то надо держаться за свои права. А что, я вельмож какой-то, раз не мою посуду? Повелитель. И те, которые работают для меня, рабы? Рабыни? Ну, что с тобой? У тебя какой-то странный вид. Ничего. А как Сирия прошла? Две семерки. О, тебя, наверное, что-нибудь тревожит. Или ты действительно застудил свой палец? Да ничего. День неудачный. Слушай, не забывай, что психологическая страна в нашем деле тоже очень важна. Брось все дурные мысли. Да, правильно. Правильно. Брошу. Рабство прочь, хоть ценой жизни. Да. Мне надо следить за своим психологическим состоянием. А как жаль разбирать эту красивую елку. Да, свечи горят в последний раз. Как все будет выглядеть через год. Да, да, да. А можно мне съесть эту елочную конфетку? Ну, конечно, можно. Ой, подождите. Не разбирайте елку до конца. Я сейчас прыгну. Ты куда, Сэппа? Куда он побежал? Пойду посмотрю. Ой, 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 он моет посуду. О, нет. Что? Ну, никогда не видела, чтобы Сэппа мыл посуду. Что случилось, не понимаю. А может быть, ваш Сэппа просто современный мужчина? Да, да. Кажется, Сэппа придумал тот трюк, которым нынче привлекают журналисты. Ого, какое на них действует? А почему мне никто не говорит? Да, 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 да. И мне. Скоро он, наверное, снимет с Сирии все домашние заботы. Мамочка, мамочка, мне достаточно, если бы он взял хотя бы половину. Эти знания ему еще понадобятся. Он ведь тоже когда-нибудь станет главой семьи. Ну, какой он странный мальчик. Ведь придумал сам такую штуку. Евелина, а он действительно сам это придумал? По крайней мере, он схватывает все на лету. А что ты ему, собственно, говорила? Да ничего не говорила. Он просто современный парень. Да, да, да. Ему не хочется следовать примеру наших отцов и дедов. Да. Этому действительно трудно поверить. А умеет ли он мыть посуду? Наверное, он делает все наоборот. Может быть, я пойду и скажу ему. Ни в коем случае, мамочка. Тогда он бросит это занятие. Может быть, я пойду посмотрю? Ну, как дела? Хорошо. Я не понимаю, почему женщины поднимают такой шум из-за посуды. Здесь нет ничего трудного. Ну, давай я помою немного, если это так приятно. Зря стараешься. Ну, дай мне. Уходи, женщина. Ах, не надо. Кстати, если ты собираешься мыть посуду и в будущее? Конечно. Я буду мыть посуду и впредь. Раз я что-нибудь решил, это твердо. А ведь система обычно такая. Сперва моют стаканы, а потом то, что погрязнее. Да, я догадался, но просто я начал слишком быстро. Конечно, надо сперва мыть стаканы. Да, да, да. Я скажу тебе еще одно. Ну, говори. Ты удивительный. И ты тоже. Ну, как, вы уже сняли все шарики? Я положу их в вату до будущего года. А елка будто только из леса. Но иголочки сыплются, как дождь. Елка сделала опять свое дело. Евелина, смотри. Сирия колдует. Где? Там, за елкой. А может быть, она пишет стихи? А, тогда все в порядке. Дело мастера боится, как говорит мой тренер. Еще один шарик. Серебряный шарик на елке зеленой. Эй! Добро пожаловать, прекрасная девица. Шекс! Это я приветствую тебя. Ты знаешь, что такое Новый год? Конечно, знаю, милая сестрица. С ним что-то прекращается. И что-то начинается. Ну, что ж тогда? Что дождь и ветер. Куда река течет? Или я с ума сошла? Или это снится мне? Раз это сон, то пусть он навсегда. Мечту любимую не забывай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok